Украинцы, американским прокурорам, почему вы не хотите рассмотреть наши улики против демократов? Т.Л. США Джон Соломон Т.Л. США 8 апреля 2019 года Чиновники украинских правоохранительных органов считают, что у них есть доказательства правонарушений, совершенных представителями Демократической партии США и их союзниками в Киеве, от вмешательства в выборы 2016 года до препятствования уголовным расследованием. Однако, как утверждают сами чиновники, все их попытки заинтересовать этими материалами Министерство юстиции США, чтобы оно предприняло необходимые меры, оказались безуспешными. Константин Кулик, заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества в Генеральной прокуратуре Украины, сообщил мне, что начиная с прошлого года он и еще несколько высокопоставленных чиновников правоохранительных органов пытались получить визы в посольстве США в Киеве, чтобы доставить материалы в Вашингтон, однако их попытки не увенчались успехом. «Предполагалось, что мы передадим эту информацию во время нашей рабочей поездки в США», — сказал Кулик в ходе своего интервью. «Однако посол США помешала нам получить визы. Она не отказала нам в визе открыто, но и не выдала нам ее». По словам Кулика, в центре внимания украинских следователей оказались деньги, незаконным образом переведенные с Украины в США бизнесменами, которые поддерживали дружбу с ныне оставшимся в прошлом пророссийским режимом Виктора Януковича. По словам Кулика, украинские бизнесмены переводили деньги за лоббистские услуги, помогавшие им снискать симпатию правительства США. Кроме того, эти платежи делались из средств, которые были получены в результате реализации схемы по отмыванию денег. У нас есть информация о том, что к этим платежам была причастна одна американская компания. Как настаивают украинские чиновники, эта компания связана с одним или несколькими влиятельными демократами. По словам Кулика, у украинских правоохранительных органов также есть доказательства того, что во время предвыборной кампании 2016 года под давлением чиновников США Национальное антикоррупционное бюро, НАБУ, скрыло информацию о деньгах, перечисленных одному американскому демократу. «В ходе этого расследования мы выяснили, что была ситуация, когда на НАБУ было оказано давление, чтобы имя этого американца нигде не упоминалось», — рассказал Кулик. Украина печально известна о своей коррупции и операциями по распространению дезинформации. Украинские правоохранительные агентства спорят друг с другом о том, что можно считать правонарушениями. Кулик и его начальство были вынуждены вести настоящую политическую борьбу, где победитель определял, кого нужно, а кого не нужно привлекать к ответственности. В связи с этим обвинения, исходящие со стороны Киева, обычно воспринимаются скептически. Однако многие обвинения, о которых мне рассказали несколько высокопоставленных украинских чиновников, подтверждаются свидетельствами, которые нашли отражение в судебных материалах и докладах американской разведки. Как сообщили украинские чиновники, среди этих свидетельств есть показания двух украинских чиновников, которые под присягой признали, что их ведомство пыталось оказать влияние на президентские выборы 2016 года, чтобы склонить чашу весов в пользу Хилари Клинтон. Эти попытки заключались в обнародовании данных из журнала учета, доказывавших факт получения платежей тогдашним главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, Пауль Манафорт. Данные о контактах между влиятельными представителями Демократической партии в Вашингтоне и украинскими чиновниками, которые включали в себя передачу компромата на Дональда Трампа. Финансовая документация, доказывающая, что одна украинская газовая компания перевела более трех миллионов долларов на американские счета, связанные с Хантером Байденом, Унтер Биден, младшим сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, Е. Биден, который отвечал за украинско-американские отношения в период работы администрации Обамы. Сын Байдена занимал место в Совете директоров украинской газовой компании Бури Смолдингс. Данные о том, что в марте 2016 года вице-президент Байден заставил украинских чиновников уволить прокурора, который вел расследование в отношении Бури Смолдингса, который планировал допросить Хантера Байдена. Переписка, свидетельствующая о том, что представители Госдепартамента и посольства США в Киеве вмешивались или оказывали давление в уголовных делах, которые расследовались на Украине. Данные о выплатах в размере 7 миллиардов долларов из украинских фондов, которые, по мнению прокуратуры, могли быть незаконным образом присвоены или выведены из страны, в том числе в США. По словам украинских чиновников, они не хотят передавать эти материалы агентам ФБР, работающим на Украине, потому что считают, что это бюро поддерживает тесные связи с НАБУ и американским посольством. В украинских политических кругах ни для кого не секрет, что НАБУ было создано при поддержке американцев и что оно пыталось оказывать влияние на президентские выборы в США, сказал Кулик. Начальник Кулика, генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщил, что у него достаточно материалов, в частности, материалов, касающихся Байдена, членов его семьи и денег, выведенных за пределы Украины, чтобы организовать встречу с генеральным прокурором США Уильямом Баром. Я с нетерпением жду встречи с генеральным прокурором США, чтобы начать наше совместное расследование по делу о присвоении 7 миллиардов долларов, принадлежавших Украине, сказал Луценко. На прошлой неделе я описал, что в 2016 году Байден заставил украинского президента Петра Порошенко уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который занимался расследованием деятельности Буризма. Кулик подтвердил, что Украина расследует этот инцидент, у нас есть доказательства и свидетели, утверждающие, что Джо Байден надавил на украинские правоохранительные органы, чтобы заставить их прекратить расследование. Последние несколько дней украинские чиновники начали публично заявлять о своем разочаровании, после нескольких месяцев безуспешных попыток без лишнего шума передать материалы Министерству юстиции США. По словам Кулика, не имея возможности получить визы, некоторые чиновники из украинских правоохранительных органов стали искать другие, закулисные каналы. Им удалось связаться с бывшим федеральным прокурором, который занимал эту должность в период работы администрации Джорджа Буша-младшего. Он передал письменный обзор обвинений украинцев в прокуратуру Манхеттина и порекомендовал американским следователям связаться с людьми, утверждающими, что в их распоряжении есть доказательства. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, никакого ответа и реакции не последовало. Недавно личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани, Руди Гиулиани, мэр и бывший прокурор Нью-Йорка, узнал о некоторых их этих обвинений в тот момент, когда по поручению юристов Трампа он рассматривал вопрос о вмешательстве Украины в выборы 2016 года. С тех пор Луценко и другие украинские чиновники ведут переговоры с американскими юристами о том, чтобы оказать помощь в предъявлении иска, который поможет вернуть те деньги, которые были выведены из страны незаконным образом. От государства впечатление, будто никто в, американском, примечании редакторов, министерстве юстиции нас не слушает. Есть неопровержимые доказательства, которые по крайней мере стоит рассмотреть, оценить, но кажется, что и Госдепартамент, и Минюст не хотят открывать перед нами двери, сказал один американский источник, знакомый с подробностями этого дела. Чиновники Госдепартамента не сообщили, действительно ли они отказали в визах украинским чиновникам или просто затягивали процесс их выдачи. Визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США. Поэтому мы не можем обсуждать детали отдельных заявок на получение виз, сообщил один чиновник Госдепартамента. Если все кажется правдой, то материалы, о которых говорят украинские чиновники, станут первыми документальными подтверждениями того, что демократы получали помощь от иностранного государства в попытке склонить чашу весов в пользу Клинта на выборах 2016 года. От государства впечатление, что появляются данные о том, что между Украиной и Россией могла быть своего рода опосредованная война, поскольку каждая из них пыталась поддержать своего предпочтительного кандидата на выборах 2016 года, сказал один бывший высокопоставленный чиновник разведки, который теперь консультирует администрацию Трампа. На Украине и в США есть общедоступные материалы, которые подтверждают некоторые из обвинений чиновников украинской прокуратуры. Украинский суд официально установил, что сотрудники правоохранительных органов незаконно пытались вмешаться в американские президентские выборы 2016 года, спровоцировав утечку документов о деловых отношениях Манафорта после того, как он был назначен председателем предвыборной кампании Трампа. Один украинский парламентарий обнародовал запись, на которой высокопоставленный сотрудник украинских правоохранительных органов якобы хвастается тем, что именно он организовал эту утечку в попытке помочь Клинтон победить. В своем интервью L.TV, которое было показано на прошлой неделе, Луценко сообщил, что он уже инициировал расследование, чтобы разобраться в этих сообщениях. Неллиор, Неллиарь, супруга высокопоставленного чиновника американского менюста и сотрудник, работавший против Трампа, Примечание редакторов, расследовательской фирмы Fusion GPS, в прошлом году сообщила Конгрессу США, что некоторые данные по связям Трампа и России были предоставлены их фирме одним украинским парламентариям. Демократическая партия и предвыборный штаб Клинтон платили Fusion GPS, чтобы фирма накопала побольше грязного компромата на Трампа. Хотя Ора признала, что источник был украинским, конгрессмены не стали требовать от нее назвать его имя. В 2017 году издание «Политика» сообщило о наличии доказательств того, что посольство США на Украине оказывало помощь предвыборному штабу Клинтон в том, чтобы дискредитировать Трампа. Американский агент украинского происхождения, который консультировал Национальный комитет Демократической партии, встретился с высокопоставленными чиновниками украинского посольства в Вашингтоне в попытке раскрыть связи с Россией Трампа и главой его предвыборного штаба Пола Манафорта, сообщило издание. В марте консервативная некоммерческая организация «Читизин Сунитет» подала иск в попытке заставить Госдепартамент раскрыть всю имеющуюся в его распоряжении информацию о Хантере Байдене и его деловых партнерах, связанных с украинской компанией «Бурис Молдингс». Если украинские прокуроры смогут подтвердить свои обвинения убедительными доказательствами, появится основание для начала расследования предполагаемого сговора. Единственный вопрос – почему правительство США до сих пор не проявило интереса к этому делу? А за ним следует и второй вопрос – сможет ли генеральный прокурор США БАР изменить ситуацию? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.